Салам алейкум, меня зовут Айбек. В данный момент я работаю госинспектором в счетной палате, до этого долгое время работал в Пешкейском городском финансовом управлении, последние четыре года отработал на позиции зав. отдела доходов и отчетности, ну основной причиной, почему я выбрал именно эту профессию, именно профессию финансиста и экономиста, имелось то, что я оценил свои возможности в контексте моей полезности для общества и для государства. Вначале я вообще хотел выбрать профессию врача, но потом оценив свои возможности, подумал, что я буду более эффективен на позиции экономиста. Ну, государственная служба вообще, моя государственная работа занимает основную часть моего времени, остальную часть я пытаюсь уделять своей семье, ну и обучению. В последнее время я как бы сейчас учусь в магистратуре в Академии управления, ну параллельно я пытаюсь изучать английский. Ну, в свое время как бы пропустил этот момент, теперь сейчас нагоняю. Ну, иногда с друзьями играем в футбол там, бегаем, ну я люблю прогуливаться там, ходить по городу, ну и, наверное, семья основная, дети. Про меня можно сказать, что я вообще родился в исламе, потому что у меня дед всю жизнь исповедовал ислам, пятикратный намаз читал. Ну, непосредственно мой отец, он начал поздно, пришел поздно к исламу, ну где-то за 4 года до того, как я начал исповедовать ислам. Первые мои шаги в исламе начались, наверное, можно сказать, в университете, когда я всерьез начал задумываться о глобальных вещах, о смысле жизни и таких вопросах, связанных, серьезных таких вопросов. Почему мы вообще созданы, для какой цели и как мы должны прожить, что является правильным, что является неправильным, где эта середина, как ее измерить. Вот такие вот философские, так сказать, вопросы меня очень сильно мучили. И потом, ну, может, Аллах меня как бы направил, и я встретил, то есть мой друг, одногруппник, он в тот момент исповедовал ислам, и все вот эти вопросы, которые меня мучили, я начал задавать ему. И полноценные такой, на мой взгляд, самые логичные ответы по этим вопросам я нашел в исламе. Ну, ислам вообще, он настолько дисциплинирует человека, настолько его делает, усиливает его силу воли. Например, даже месяц Рамадан, когда человек постится в жару целых, практически, там, больше полудня ничего не ест, не пьет. Это дает человеку такое понимание, такое убеждение, что многое ему по плечу. Многое он может сделать, может пережить. И пока любой человек этого не попробует, он этого не поймет. И это дает какие-то дополнительные силы. И в те моменты, когда становится очень трудно, то приходит осознание того, что все это временно. На мой взгляд, мы живем в такой стране, именно в Кыргызстане, это такая страна, где нету никаких преград для исповедования ислама. Нету никаких ограничений для исповедования ислама. И в случае, если человек будет исповедовать ислам, то это будет предполагать, что он будет добросовестным, справедливым и законопослушным человеком. И в государственной службе, я думаю, именно этого и во многих случаях не хватает. И с точки зрения государственной службы, я думаю, что ислам только привнесет какой-то плюс для государства и для общества. А никакого негативного контекста именно ислама с точки зрения государственной службы я даже предположить не могу. Религия нам говорит, что чем больше мы имеем знания, тем больше мы являемся мусульманами, тем больше мы полезны для общества. И в этом плане ислам, определение именно мусульманина, это мусульманин должен быть образованным. Образованным и светскими знаниями, и религиозными знаниями. Субтитры создавал DimaTorzok